Всем привет и добро пожаловать на мой канал Уютный Уголок Домохозяйки. Сегодня я вам покажу три способа, как можно складывать и хранить футболочки, маечки, топики и тому подобное. Если вам это интересно, то приятного просмотра. Первый способ размещения подобных вещей это вешалки или плечики. И начнем естественно с плюсов. И первый плюс в том, что развешивание одежды на плечиках позволяет ей сохранять свой вид, который вы получили после глажки или отпаривания. То есть одежда будет аккуратная, ровная, без складочек, без загибов. Второй плюс в том, что очень удобно выбрать определенную футболочку, топик, маечку. Вам достаточно просто снять необходимые плечики, а вся остальная одежда останется висеть на своих плечиках. И при этом ничего не упадет, не надо ничего перекладывать. Следующий плюс будет больше, наверное, для тех, кто любит раскладывать и развешивать одежду в цветовой гамме. Так вот, как раз на плечиках очень удобно использовать этот метод, все развесить по цветам. И очень облегчает выбор что-то для вашего варианта, для вашего наряда, для вашего лука. Ну и четвертый плюс, который я обнаружила, это аккуратный эстетический вид. Кстати, я тут вспомнила еще один небольшой плюсик. Дело в том, что на плечиках одежду удобнее развешивать, нежели ее складывать. Ну а теперь давайте перейдем к минусам. Я обнаружила для этого способа два минуса. Первый минус это количество плечиков, которые придется купить. Ну а второй минус это наличие места, где будут размещаться все эти плечики с одеждой. Возможно придется целую штангу приспособить для того, чтобы развесить все свои футболочки, маечки, туники. А это уже прилично место занимает. И не у всех в шкафах есть столько места для того, чтобы развесить разнотипную одежду. Ну а теперь переходим ко второму способу. И второй способ это хранение футболочек на полочке в шкафу. Первый плюс в том, что хранение таким способом занимает меньше места, чем на плечиках. Второй плюс будет больше для тех, кто любит наводить порядок, поддерживать его. Потому что сложенные таким способом футболочки выглядят аккуратно. И в шкафу будет всегда у хозяюшки порядок. Следующий плюс, который я обнаружила, по крайней мере для себя, это в том, что те футболочки, которые используются редко, их можно сложить на задний план полочки. Ну а теперь, конечно же, минусы. И первый минус заключается в том, что при такой организации хранения футболочек, некоторые из них будут мяться, будут складки, будут сгибы. Следующий минус заключается в неудобстве использования, то есть достать определенную футболочку. Если вам не принципиально, и вы берете то, что лежит сверху, то это удобно. Но если вы планируете какой-то лук, какой-то вариант, и вам нужна определенная футболочка, топик, туника, и она, например, находится где-то в середине или вообще внизу, вам придется часть вещей убирать, откладывать в сторону или брать в руки, доставать вам необходимую футболку. Следующий минус такого способа хранения заключается в складывании футболочки. Придется вам постараться, чтобы сложить аккуратно, дабы не нарушить гардеробный интерьер, и чтобы место занимало немного. И последний минус хранения одежды на полочках в шкафу, это в том, что если вы не любитель наводить порядки, поддерживать, то, скорее всего, у вас эти футболки будут валяться такой горой, или друг на друге, и вы постоянно будете искать ту или иную тунику, футболочку. И перехожу к последнему, третьему способу хранения одежды, это хранение в ящиках, в комодике, в шкафу, в общем-то в ящике. Первый плюс заключается в компактности такого способа хранения. Футболочки располагаются вертикально, и в результате в один ящик можно очень много вместить подобной одежды. Второй плюс заключается в том, что когда вам понадобится какая-либо футболочка, вам не придется открывать целую створку в шкафу, достаточно выдвинуть тот ящик, в котором у вас все это располагается. По-моему, очень удобно. Также плюсом является то, что все эти футболочки можно расположить в ящике тоже в цветовой гамме. И последний плюс, который я обнаружила, это удобство в использовании. То есть, когда вам нужна определенная футболочка, достаточно выбрать то, что вам надо, и вытащить. Все остальные футболочки останутся на своем месте. Ну и у такого способа есть минусы. И первый минус заключается в том, что при таком хранении также одежда будет мяться. В основном. Второй минус заключается в самой мебели. Как правило, практически у всех в доме есть шкаф с полочками. А вот комодики с ящиками или ящики в шкафу не у всех. И вот как раз отсутствие ящиков, в принципе, является минусом для такого хранения. То есть, вы не сможете так организовать. Единственное, что может прийти на помощь, так это органайзеры, коробочки. Или, в общем, что-то, что даст границу и будет напоминать ящик. И уже это можно поставить на полочку в шкаф. Если резюмировать, то я хотела бы вот что сказать. Если вы не любитель наводить порядок, у вас на это не хватает времени, или вы просто не хотите тратить на это время, то для вас, наверное, будет лучший первый способ развесить все на вешалках. Так у вас будет все и ровненькое, выглаженное. Плюс вам не придется ничего складывать. Вы развесите в той цветовой гамме или в том порядке, в котором вам удобно. И забудете про это. Если же вы любитель наводить порядок, складывать вещи, вы получаете от этого удовольствие, как я, например, то ваши способы это либо полочки в шкафу, либо ящики. Мне кажется, что в ящике удобнее. Лично у меня вещи хранятся на полочке, так как у меня нет такого комодика, где я могу расположить именно в ящике свои футболки. Поэтому пока я довольствуюсь полочками. Это и все были способы, которые я приготовила для вас со своими плюсами, со своими минусами. Мне очень интересно, что вы об этом думаете, какой способ вам больше понравился, какой вы считаете более практичный, удобный. Как вы храните подобную одежду у себя в доме. Ну а вам, друзья, спасибо большое за внимание, за вашу обратную связь, за то, что делитесь своим мнением, своим опытом, идеями. Ну и по традиции я жду вас, друзья, в своих новых видео. И до новой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!